О1.UA. Первый Одесский портал. Европейским правилам и европейским законам. Здесь жили французы, итальянцы, греки, болгары, испанцы, немцы и представители других народов Европы. Поэтому вполне естественно, что одной из утраченных традиций было совместное празднование Европейского Рождества. И вот сегодня мы восстанавливаем эту традицию. Этот вечер организован совместно с представительством Министерства иностранных дел в Украине, а также с посольствами и консульствами дружественных нам стран Европы. Поэтому и выступать на сцене, и угощать в нашем шатре будут представители европейских культур. Также сегодня мы вместе с вами откроем самую необычную в мире вязаную елку. Вы плели эту? Да. Хорошо, Наталья, расскажите, пожалуйста, сколько всего использовалось материала, сколько это заняло времени? Ну, в общем, создание елки заняло две недели. Да, потрачено было 11 рулонов синтепона, чтобы ее связать. Стоп. Плели мы, ну, примерно неделю. Вас выложило под плетением? Ну, вообще, как бы, да, то есть, плетение было, но вот таких масштабов, конечно, не было. Ну, вы вяжете ли, ну, нахуй там? Ну, конечно, да, я вяжу. Ну, а как? Вы сами вызвались участвовать или вас нашли, вас попросили? Вот, расскажите предысторию появления елки. Ну, меня попросили, то есть, вместе с мамой мы вместе вязали это все изделие, и там еще несколько человек, которые помогали нам вязать. Вот. Вязали мы на руках. Так что, ну, вот такое вот чудо красивое новогоднее получилось. Ну, а нужно было ее встретить или на крышке? Конечно, да. У нас были сроки до 25-го числа, она должна была здесь быть, стоять, вкрашенная, красивая, нарядная. Всего два человека открывали? Нет, их было больше, по-моему, в районе Семичаев и дальше. Вот вы сейчас видите реакцию людей, довольны ли вы результатом? Да, вот честно, я сегодня приехала, вчера мы ее здесь ставили, и сегодня я приехала, посмотрела при дневном свете. Конечно, пока я слышу очень хорошие отзывы, что всем нравится, и это не может не радовать, потому что столько трудов и времени было потрачено, поэтому, ну, вот, рады, что так получилось, и что всем нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!